Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Аминь. Мы озвучиваем наши вопросы и ответы с нашего сайта, из наших книг. Вопрос 673, 2-й том открытым оком. 2-й царств. У Милхолы, дочери Сауловой, не было детей до дня смерти ее. 2-й царств. И взял царь двух сыновей Лицпы, дочери Айя, которая родила Саулу Армона и Мимфиосфея, и пять сыновей Милхолы, дочери Сауловой, которых она родила Адриэлу, сыну Верзилия из Милхолы. Как понимать эти стихи? Здесь явное противоречие. Явное и противоречие. Понимаете, вот сколько мне задают явного противоречия, уже на тысячу вопросов ответил, и ни одного противоречия не нашли. Прям явное. А вот если вы Библию любите, знаете, что от Бога даже явное будет, ну и тогда скажете, что что-то я недопонимаю. Говорят, а как кит мог проглотить Иону? У него горлышко узкое. Теперь находят кита, где можно со шлюпкой проехать. А вот есть такое, ну не надо, есть еще кашалот, блювал называется. Знания наши, они не всеобъемлющие. Ответ, ответ. Три последних слов я никогда бы не позволил себе сказать, хотя бы и нашел противоречия. Вот в этом мы с вами уже отличаемся. Хорошо запомните, что у всей Библии автор Бог, и он не может то сказать, то забыть. Второе Петра. Ибо никогда пророчество не было произносимым по воле человеческой, но изрекали его святые божьи человеки, будучи движимы духом святым. В первом стихе может быть не поставлено всего лишь одно слово от Давида, то есть не было детей от царя. В другом случае говорится о детях, которые родились, когда она была отдана другому мужу. И эти дети не от Давида, поэтому нет никакого противоречия. Библия выражается очень кратким, сжатым языком. Вопрос 695, второй том открытым оком. На каком языке говорили первые люди? И вообще, как они научились говорить? На каком языке Бог обращался к Адаму? Ответ. Принято считать, что на земле сегодня насчитывается 2896 языков и наречий. И все они, за исключением одного еврейского, произошли при Вавилонской башне. Еврейский язык 7500 лет назад был, конечно, далеко не еврит и не арамейский. В каком виде там? Иидиш там. Мы знаем о нем. В каком виде? Так принято считать и гипотезу сочинять незачем. На этом языке Бог и разговаривал с Адамом. Когда Бог творил человека, то творил его не в реанимации и составлял его не из отдельных деталей, но сразу в полноте и в совершенстве подобном себе, умеющего говорить, рассуждать, пророчествовать, как поясняет Иоанн Златоуст, указая на имена животных, которые давал им Адам. Вопрос 765, второй том открытым оком. Сектанты не признают 14 главу пророка Даниила, потому что она не каноническая. Как быть? Как быть? Ответ. Так что без признания мы не знаем, как ложку в руке держать. Без их признания. Им достаточно пищи в 66 канонических книгах. Пусть бы они признавали, как должно, то, что в них написано. Судукеи признавали только Тору, пяти книжек Моисея. И Христос на восстановании только этих пяти книг доказал им, что они заблуждаются. Нужно всегда учиться пользоваться малым. Хуже, когда староверы, беспоповцы, вообще не признают Библию, и у них нет авторитета Писания. Вот тут уже настоящая беда. Если сектанты будут признавать только один Новый Завет, или даже одно Евангелие, то и этого может оказаться достаточным. А главы 13-14 пророка Даниила, они и нам ничего не прибавляют, кроме двух историй жизни Божия народа. И ставить так вопрос, как быть, вообще не нужно. Опрос на 1277, 4 том, открытый Мохом. Иисус сказал от Матфея, не думайте, что Я пришел принести мир на землю. Не мир пришел Я принести, но меч. На каком основании слово меч истолковано, как Слово Божие? Ответ ефесянам. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть в Слово Божие, евреям. Ибо Слово Божие живое, действенное, и острее всякого меча будет до острова. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Иеремия. Слово Мое не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу, 2 Коринфянам. Слове истины, в силе Божией, с оружием правды, правой и левой руке. Если бы речь у Христа шла буквально о мече, который Он принес, то этот меч где-то появился бы, но его не было. Когда Господь готовился идти на казнь, то произошел удивительный разговор о каком-то мече. От Луки. Тогда Он сказала. Два меча на одиннадцать человек, как об этом можно сказать-то, что довольны? Какое же это вооружение армии? Иоанн Златоуст поясняет, что в данном конкретном случае речь шла о физическом мече, глядя на которое ученики должны были уразуметь, что их учитель будет взят от них насильственно. Иоанн Златоуст не просто толкует, но свое толкование подтверждает словами из речи Христа. И к злодеям причтем. То есть эти два меча-ножа нужны были для вразумления учеников, а не для обороны. От Иоанна. Но Иисус сказал Петру, вложи меч в ножны. Неужели мне не пить чаши, которые дал мне отец от Матфея? Тогда говорит ему Иисус, возврати меч твой в его место. Ибо все взявшие меч мечом погибнут. Такое откровение. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых. Стих. Черные силы не властны в борьбе. Злу не дано побороть. Слава, великая слава тебе, наш неотступный Господь. Сколько на землях утесов и гор, столько за нами грехов. Мы заблудились, но вновь на простор вывел ты блудных сынов. Вновь мы стоим среди храмов твоих, попранных нами не раз. Хищных и лживых, глухих и слепых. Прости же ты, Господи, нас. Прости. И прощай нам вновь возврати. И веру, и мир, и любовь. Слезами мы вымыли наши пути. И кровью омыли мы кровь. Петр Агатов. Петр. Петров. Ну, значит, так. Это мы уходим. Сколько прошло? Шесть. Мы можем подцепить еще один. Семь минут прошло. Семь. Так, это что? Сколько? Пять. Ну, давай, возьмем ее туда. Вопрос 674. Второй том открытым оком. Где найти доказательства достоверности Библии? Ответ. Самое лучшее доказательство находится в самой Библии. Вот только несколько мест. Исайя. Слушайте небеса и внимай земля, потому что Господь говорит, я воспитал и возвысил сыновей, а они где? Возмутились против меня, второй Тимофеевич. А ты просто теряешь это все. Держи, пошел. Все описание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления праведности. В Библии встречается словосочетание. Так говорит Господь. Около 460 раз в разных вариантах. Если это не вызывает доверия, то человек не должен сказать. Где не должен? Откуда не? О. Опять за старое. Ну, видите. Ну, откуда не должен сказать? У меня не понятно, что не вставляешь, а где не есть, выкидываешь. Это от лукавого. Телефон. Домой еду, тебе. Говори. Говори. Смерть. Смерть. Ну. Сегодня. Алло, вот. Да, говори. Еще раз. Сегодня еще раз мне пришлось встретиться с батюшком. Еще раньше не было. Но он нас встретился. Ну. Говорю. Говорю. Ну, все. Понятно. Понятно. Это не надо бы делать и говорить. А ты спрашиваю, ты прям теряешь то, что над чем трудилось-то. Надо выдержать. Ну. Да. А у вас не другая, Радья. А у нас какая другая? Ну, это не надо было говорить опять же. Ну, ты видишь, какой он. А то уже ты в грех пошла. Ну, я же говорил, не надо это. Только стоять и молиться. Всякий разговор с ними будет против нас. Обязательно. Ну, ты, я же тебя предупреждал неоднократно. А теперь... А зачем храм-то? Ты стой около храма. Юроди вы всю жизнь стояли около храма. Тут еще вы рветесь в храм-то. Не пускай ты не... Вот видишь, как он пошел. Он больше грешит, чем раньше грешил. Да, спасибо, что тут, брат. Слава, что это брат, это Игорь. Игнать, хорошо, отправляет и Никиту, если его Игорь возьмет, барабаш. Понятно. Хотя бы золотом осыпали, скажи. Хотя бы день и ночь. Кричали, заходи, я уже не зайду, я не могу. Вот и все. А для себя понимай, почему. Я же говорил об этом, и ты сама понимала. Принародное дело, вот мыляешься к ним под руки. Ты смотри, он еще дальше и дальше. Не надо было этого делать. Я вот к ним не лезу никогда. А почему он меня не признает или что-то? Меня это не касается. Быть перед Богом верным, остальное Бог сам рассудит. Ускорять события не надо. Вчерашние дни как будто небо. Вот Сергей парализованно лежит. 14 лет, он говорит, как будто не начинал болеть. А уж он что терпит, ужас один. Какие-то камни выходят там, все в шилях. Лежит там, все в животе у него. Показал один раз, болел целый день от взгляда. И он говорит, как будто не начинал. Ну ты же не в таком состоянии-то еще. Зачем лезть туда, где они не хотят тебя? Зачем тебе? Они обязательно будут давить с чем-то. Твой труд пропадет даром. Вот ходила, приезжала к нам тут Стогова, Татьяна Аксенова, Татьяна Павловна-то. Ну с ними ближе стало сходиться. Все, потеряла, больше ничего нету. Ничего нету. Рухнуло бы в самый конец. Часов в 10 идет. С простыми со своими местами. Ну все. С Богом. Терпи, стой, не лезь туда. Он должен перед народом тебя реабилитировать и попросить зайти. Только один случай, как было с апостолом Павлом. Ты нарушаешь. Павел так это не делал. Он не лез к ним. А можно мне выйти из темницы? Он не говорил этого. Для тебя это темница. Понимаешь, ты понимаешь все это. Понимаешь, что ты привязана к человеку или к зданию. Ко Христу привязываюсь. Я сколько раз говорил. Ты сама объясняла, что нельзя делать. Принародно били меня. Теперь хотите тайно запустить? Нет, конечно. Ну все, пока отошел. Да, позвони, но никогда не подходи, не говори, не лезь к ним. Не лезь. Не лезь. Придет время, и тогда полноценно у тебя будет. На это Господь посадит. Не заходи ни под каким видом через порог храма. Этого нельзя делать. Это тебя не освещение будет, а осквернение может быть. Все, отошел. Так, не пишется оно? Пишется. Ну давай, ладно, нам не мешает. Это отозвонила Нина Жолнирова и подходила к священнику. Ее в храм не запускают-то. И он начал ее. Это еще не однозначно, что митрополит Сергий благословил. Это надо понимать. Откажись от встречи с Игнатием, то другое. То есть какая вера-то это? Это сергианство. Они душат друг друга. Он по-другому не может. Они ни обстановки мировой не понимают, ничего нет. Совершенно абсолютное опустошение. В храм не запускают. А всего на тысячу человек ходит человек шесть или семь. Они ничего не знают. И лезьте к ним на сообщение. Да золото он сып, не подошел бы, чтобы не оскверниться. Но явно я имею в виду, что это изверг. Лютый волчара. И к нему лезьте. Зачем? Стой под солнцем, молись. Давай. Так, Иоанн 5.10. Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. Не верующий в Бога представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Я говорю о Нине Александровне Жолнировой из села Клочки, Ребрихинского района, Алтайского края. Она туда переехала жить, ее в храм поп не пускают, Чернодара в Игорь. А теперь он с передонтом какой-то. Это их игра. Она в притворе пыталась. Из притвора ее выгнали. Она на морозе стоит, на жаре. Уже не первый год. Не запускают в храм. Архиерей, митрополит сказал, благослови, мало чем архиерей. То есть они бешенство, злоба отнимают разум. Он безумно поступает. И за ней ничего не значится, только она не такая. А ты за это одна даже день и ночь благодаришь, что ты не такая. Он не под каким видом. Он знает, у него пьяницы там и блудники, и табакуры. Это все свои. Но она пришла, она там совершенно не так выглядит. По форме одетая. И она на улице стоит, им нужды никакой нет. У нее валенки обтаивают зимой. До земли протаивает стоит на одном месте. У нас есть ролики на это. Не надо туда заходить? Не надо. Дальше. Мы имеем перевод Нового Завета с Синальского манускрипта. Считай дальше. Происхождение его следующее. В 1841 году немецкий исследователь путешественник Константин Тишиндорф буквально из печи вырвал свитки этого манускрипта. Сжигаемый монахом как дрова. Синальский полуостров находился в то время под протекторатом России, и он сделал этот царский подарок русскому царю. В 1936 году советское правительство продало этот манускрипт за 500 тысяч долларов Британскому музею. Есть неполные списки Нового Завета, относящиеся к 135 году. Но эти сведения уже для гурманов. Лучшее доказательство мы находим внутри себя. Гурмана называют, это гурманов. Гурманов всегда. Моя душа признает в слове Божьем голос своего создателя, это она. За чужим не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Подобие этому в небольшом рассказе. У одинокой матери цыгане похитили ребенка. Горью ее не было конца. Трехлетняя девочка была ее надеждой. Она скрашивала ее одиночество. Через пять лет случилось следующее. Прибежавшись с базара соседка и выпалила. Я видела твою Настю цыгану. Похитили цыгане. Своровали. Цыгане похитили ребенка. Ну мы вводим в эту обстановку, чтобы хоть маленько голосом отобразить. Какое горе? Горе, о великое. Я видел твою Настю цыган, который проезжает через город. Табор был остановлен и дело передали в суд. Никакого анализа крови тогда еще не придумали. И судья вынес следующее решение. Отдать ребенка... Ну подожди, хоть маленько тормози. Ты вообще не понимаешь или что? Я уже сбился с цыганцией. Твои точно. Подожди. И судья вынес следующее решение. Отдать ребенка, ее действительно матери, на месяц. Если ребенок не признает свою мать, то снова вернуть ее цыганам. Ну хоть маленько видно, что ты вникаешь и переживаешь за эту мать. И ты шпаришь напропалую. Ну нехорошо это. Мы можем только слабо представить мучения матери. Она накупила игрушек. Она ни на минуту не отходила от своего сокровища. Но девочка время от времени спрашивала. А когда мы пойдем к моей маме? Для нее мамой была эта грязная цыганка. Наступил последний день. Мать находилась в другой комнате, а девочка меланхолично перебирала игрушки. Мать, захлебываясь слезами горькими, помолилась и запела колыбельную песню, которую она пела когда-то над колыбелью своей единственной, своего лазаревого цветочка и своей последней надежды. Она еще не окончила петь, как девочка с криком «Мама!» бросилась к ней на шею. Дьявол похитил доверие людей к Богу, и люди забыли голос своего Отца Небесного. Ну же, чтобы мать церковь молилась об этом, и забытый голос Создателя, голос сладчайшего Иисуса, нашел отзыв с заваленной грехами души. В этом и заключается подвиг, не требующий никаких доказательств какой-то девочки. «Я верю, и мне более ничего не надо. Я чувствую, что это Слово Божие. Я молюсь, и Он мне отвечает». Атеана, верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Каждая душа в своем первозданном состоянии, как говорит Тертулян, по природе своей является христианкой. Языщество похитило ее, и теперь от человека зависит, позволит ли он Духу Святому ударить по тем струнам души, которые еще не перержавели от греха. Сегодня душа рождается языческой. Она прям с первого дня уже язычествая. Подражание Псалму. Музыка Афанасьева. Слова Языкова. Блажен, кто мудрости высокой, послушной сердцем и умом, кто и в ночи тиши глубокой и при сиянии дневном, читает книгу ту святую, где силен Господа закон. Он не пойдет беседу злую, на путь греха не вступит он. Ему не нужен праздник шумный, куда не входит стыд и честь, и где царит разгул безумный, хула, злоречия и месть. Ему не нужен путь разврата, он лишний гость на том беру, где брат обманывает брата, сестра клевещет на сестру. Блажен, как древо поток образрачных чистых светлых вод, стоит и тень его широко прохладу страннику дает. И зеленеет величаво оно, красуясь оплодом, и своевременно и здраво растет и зреет плод на нем. Таков он, муж боголюбивый, всегда во всех его делах. Ему успех, а злочестивый тот не таков, он словно прах. Но злочестивый прав не будет, он на суде не устоит. За не Господь нелестно судит и беззаконного казнит. За не, то есть потому что. А кто это написал, мы считаем слова Языкова и музыка Афанасьева. То есть это поется. Ну и все. Афанасьева. 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 Афанасьева.